итак добро пожаловать на второе занятие это второе занятие 10 запись я включил минуточку щас секунду так так все значит сейчас пока выключил у нас сегодня вторая встреча мы будем сегодня заканчивать тему обсуждения симптоматики я сегодня сосредоточусь на таких двух частых невротических проблемах как окр и ипохондрия фабическом его при ее проявлении соответственно но мы будем заниматься первую часть занятий ипохондрии и и укр я буду рассказывать основные научные методики работы с укр где используется поведенческая терапия где используется когнитивная терапия затем мы перейдем с вами к по хондрии это когда вы постоянно ищете себе то или иное заболевание да то у вас это то вдруг это то вдруг это и эти переживания не заканчиваются меняют друг друга вы справились со страхом там заодно а потом возникает страх чего-то еще потом чего-то еще и это все не заканчивается да и обследование не приносит должного облегчения потому что вам кажется что чуть не до обследовать поговорим об этом и если останется у нас время мы попробуем выйти за рамки программы и начнем когнитивный подход во всяком случае в каком-то его базовом преломлении к терапии невроза вот в прошлый раз на первом занятии мы с вами обсудили природу вегетативного явления природу появления такого предварительного синдрома как вегетососудистая дистония да я напомню о том что если какой-то засранец скажет мне влечится ли в сд или при в сд или с и в сд или как быть с в сд или что делать с в сд я посчитаю что он просто зря теряет свое время и здесь потому что мы прекрасно с вами должны понимать отдавать себе отчет именно в том что вегетососудистая дисфункция или вегетососудистая активность это естественные здоровые последствия человека находящегося в эмоциональном состоянии неважно это экзамен или это прыжок с парашютом либо это переживание по поводу чего-то осознанно или неосознанно и не так уж и важно все это будет вегетососудистая активность она будет ровно до тех пор пока наше биологическое тело находится в состоянии жизни пока поддерживается анабиоз пока работает анабиоз в клетке в организме поддерживается его функциональность и жизнедеятельность биологические процессы вегетативная система будет функционировать так или иначе ее активность будет определяться эмоциональным состоянием и состоянием общего такого тонуса что ли психологического или тонуса общей усталости, скажем так, потому что астена невротический синдром, где есть слабость, вялость и так далее это не симптом ВСД, это симптом переутомления центральной нервной системы, где мы чувствуем слабость разбитость, например астения может сопровождать вас при простудных заболеваниях, астения может вас сопровождать при заболеваниях вирусных, такие как грипп, например, или ОРВИ, астония может сопровождать вас впоследствии перенесённых операций, травм, вмешательств и так далее. Либо впоследствии слишком сильно затяжного эмоционального стресса, либо впоследствии определённых затяжных психоэмоциональных расстройств. Поэтому я надеюсь, что ни у кого больше не возникнет желания посчитать, что он болен ВСД и пришёл на тренинг к Алексею Красикову работать с ВСД. Я надеюсь, что мы эту тему закрыли, а если с кем-то не закрыли, то постарайтесь её всё-таки закрыть. Мы с вами не боремся с ни с какой ВСД, вегетно-сосудистая активность абсолютно естественна. Единственное, чем она будоражит наши с вами головы, это тем, что нам кажется, что этого раньше не было. Это абсолютная иллюзия, потому что ваша вегетативная активность была всегда, просто была она так или иначе, во-первых, а, не так ярко выражена, б, она если и была выражена, то она была выражена по делу, например, когда вы осознавали по поводу чего вы переживаете, и вы не придавали ей никакого значения. Вы могли это объяснить или просто-напросто вы не концентрировались на этом. Когда формируется невротическое состояние, это не ВСД. Это состояние общей тревожности, общей депрессивности, общей сильнейшего внутреннего психологического напряжения. И вегетативная активность, сопровождаемая этому состоянием, вызывает, как и всё остальное, естественные сомнения. То есть даже если бы у вас не было вегетатики при невротических расстройствах, вы бы всё равно начали бы бояться. Только вы бы начали бояться не физиологии тела, а вы бы начали бояться чего-нибудь другого. Поэтому то, что у вас активная вегетатика, это нормально. Даже хорошо, потому что уровень психовегетативного напряжения будет очень чётко коррелировать и будет таким хорошим информационным маркером показания вашего эмоционального состояния. Вот кто-то писал сегодня утром в чате, что у человека снижается вегетативная активность, параллельно снижается эмоциональное состояние. Сначала снижается эмоциональное состояние, затем снижается вегетативная активность. То есть курица и яйцо, чтобы вы просто понимали, да? Вы снижаете не вегетатику, вы снижаете эмоциональное состояние, а вегетатика уже следует за сниженным эмоциональном состоянии. Здесь же есть такой момент по поводу рецидивов. Бытует такое мнение в интернете у моих подписчиков и зрителей, что может, иногда я читаю такие фразы, там, где-нибудь, что там «меня откатило», «я сделал шаг назад», «все вернулось». Это очень неправильная интерпретация и неправильное понимание обстоятельств, потому что нет никакого шага назад и откатов, есть всего лишь навсего обстоятельства, где вы приняли решение, я подчеркиваю, приняли решение испугаться или приняли решение придавать большую значимость, либо приняли решение как-то эмоционально отнестись к чему-то. И именно это решение обусловило ваше эмоциональное состояние. И, следовательно, вы испытываете вегетативную активность. То есть, по большому счету, ничего возвращаться, нечему возвращаться. Ну, например, 1 сентября вы при наличии какой-то вегетативной активности сказали, ну, ничего страшного. Это обычное вегетативное здоровое состояние. Оно просто некомфортное, я не буду на это обращать внимания. И пошли заниматься своими делами, переключились. Сегодня девочка писала в скайпе, говорит, я чудным образом выздоровела, когда завела котенка. Почему? Потому что, когда она завела котенка, ее внимание переключилось на, соответственно, котенка, на уход. И она перестала думать о ее вегетатике и теле. Она, говорит, действительно, как-то стала легче. Она не выздоравливала. Проблема не в болезни, а проблема в том, что просто перестала испытывать эмоции определенные, тревоги. Так вот, нету никаких шагов назад. 1 сентября вы сказали себе, например, что вегетатика и это не опасно, и все хорошо, и переключились на какие-то дела, и начали заниматься чем-то. А, например, 10 сентября вы там поехали в метро, у вас там промелькнуло экстрасистол, или вам было тяжело, там, душно в метро, и вы захотели пить, или вы там плохо позавтракали, или выпили кофе, или не выспались, и вам как-то стало нехорошо. И вы сказали, ой, блин, а вдруг все-таки инфаркт? Ой, а вдруг все-таки я что-то недосмотрела? И вы начали себя пугать. Ваша вегетатика поднялась, и вы сказали, что это рецидив. Нифига подобного, это никакой не рецидив, это обычное состояние тревожности и испуга. Вот здесь всем понятно? Отлично. Значит, поэтому, если кто-то будет бороться с ВСД, вы боретесь с ветряными мельницами. По поводу лекарств, которые нынче позиционируются как лекарства от ВСД и всевозможных обучающих, наверное, программ и лечения ВСД, значит, запомните, я вам говорю честно, потому что я сам использую данные слоганы, и я не буду здесь лукавить и кривить душой. И вы видели мои ролики, ролики моих коллег, где написано «Главный секрет лечения ВСД». Лечение ВСД или все о ВСД видели, да, наверняка? Или «Счастливая жизнь без ВСД», не знаю, там, «Исцеление от ВСД» и прочие похожие конструкции, почему они пишутся. Я объясню. Потому что, когда требуется привлечь внимание к покупке какого-то тренинга или к покупке просмотра какого-то ролика, то название прописывается ровно так, как ищут это люди. Соответственно, поскольку у нас люди ищут лекарства от ВСД и секреты лечения ВСД и так далее, то глупо называть ролик по-другому, потому что люди правильно не ищут. Понимаете, да? И приходится называть ролики ровно так, как ищут люди. И уже в этих роликах объяснять некоторую подоплеку. Поэтому не ведитесь на рекламные слоганы и смотрите больше в суть через собственное понимание. Потому что, когда мы пишем лечение ВСД, это больше информационный такой захват аудитории, нежели вкладываем в это, ну, во всяком случае я, вкладываем в это то, что там будет лечение ВСД. Мы будем говорить о неврозах. Поняли, да, как это работает? Ну, чтобы просто понимали. Потому что, чтобы не расходилось здесь название роликов или там тренинга, например, и содержание. Потому что, если бы я назвал, например, ролики, как психотерапия тревожно-фобических расстройств и есть параллельный ролик, например, избавления от ВСД, как вам кажется, куда больше людей придет? Ну, хотя бы к просмотру. Ну, тут все достаточно очевидно. Поэтому приходится называть ролики по-тупому, не побоюсь этого слова, потому что так тупо ищут. Вот, к сожалению, в такие условия блогеры поставлены, да, и в этом смысле, конечно, немножко дискомфортно. Вот. Ясно, да? Соответственно, здесь есть еще одна подоплека, что, слава богу, как бы я не декларирую никаких избавлений, и уж мне, как бы, хватило совести не обещать никому счастливой жизни. Вот. Да? Потому что я прекрасно понимаю, что правильно будет называться это по-другому. Правильно это будет называться очень сложно. Я сейчас даже не буду, наверное, это говорить. Но мы понимаем, что вегетососудистые дистанин не существуют как болезни. Существует некая вегетативная активность, которая является естественной, да, и у нас же задача справляться с эмоциональным расстройством, и после исправления эмоционального расстройства у вас есть целая жизнь на то, чтобы выстраивать ее так, как вы хотите, и как она будет выстроена в виде счастья или в виде несчастья, хрен его знает. И к вашей счастье с вегетососудистой дистанин никак не связано вообще. Но, к сожалению, есть рекламные конструкции, да, которые которые, к сожалению, опять же требуют, опять же являются продающими в большей степени. Вот. Поэтому здесь, опять же, все отдается на волю и на, как бы вам сказать, на совесть авторов. Потому что мне, например, бы совести не хватило. Ну, назвать мой, например, тренинг психотерапии неврозов и депрессий и счастливая жизнь, да, там, не знаю, счастливая жизнь без невроза после этого тренинга. Я понимаю, что это абсолютно профанация и глупость. И уж тем более у меня бы не хватило ума называть это тренинг по ВСД, и вы будете счастливы, потому что все ваше несчастье – ВСД. Просто люди так ищут. Просто это вопрос исключительно политкорректности, это вопрос исключительно честности, открытости и так далее. Вот. Сегодня мы говорим об УКР. Значит, те ребята, которые поднимали в прошлый раз руку по поводу наличия панических атак. У меня к вам вопрос. У вас было домашнее задание выстроить некоторую карту города или района и пойти в каждое место и провоцировать панику и пытаться ее протащить и максимально усилить, используя конструкцию, давая еще сильнее и давая еще сильнее. Без всяких сомнений, основываясь на доверии. Я понимаю, что, может быть, у кого-то это не получилось и кому-то было страшно. Но мне интересно посмотреть, что получалось и так далее. Значит, давайте сейчас кто-нибудь напишет, у кого получилось вызвать панику. Значит так, давайте сначала. Первое. Поставим восклицательный знак те, у кого не получилось вызвать панику, как бы они по городу и не ходили. У вас было задание ее вызвать. Да? У кого не получилось, как бы она не хотела. Не получилось. У большинства, да? Хорошо. Следующие ставят восклицательный знак те, у кого была паника, кто успел испугаться, но он не убежал и он использовал усиление и паника прекратилась. Есть такие. Хорошо. И теперь ставим минус. Минус ставим те, кто пошел, испытал панику и убежал, и не смог выполнить упражнение дальше, он просто испугался за собственное здоровье и он убежал там домой или еще что-то. Два человека. Тогда мне нужны эти два человека. Александр, Наталья, а чем руководствовались вы, все-таки не доверяя своему организму? Вот перед вами было сейчас пару десятков человек, которые это сделали. Какие убеждения заставили вас все-таки испугаться? Какие убеждения заставили вас все-таки испугаться? Где вы сделали интерпретацию, что это опасно или угрожает? Не получится, что конкретно. Я не смогу с этим справиться. С чем их с этим? Со своей фантазией? Ну как это? Не смогу справиться со своей фантазией. Почему все остальные как бы понимают, что это всего-лишь навсего испуг, который ничем не грозит? Его надо протолкать вперед. Я вам рекомендую здесь принять для себя некоторое решение, да, если мы говорим о панических атаках. Вы видели несколько десятков человек и несколько тысяч, десятков тысяч. Я думаю, что если взять мир, то это миллионы людей, которые испытывают панику и они используют это упражнение, потому что единственный метод, чтобы... Понимаете, вам надо, Саш, Наталья, вам надо себя убедить. Но не бывает панических атак 20 лет, я вас разочарую. Поэтому у вас и не получается. Тогда все понятно. Понимаете, здесь как раз вот хорошо, что вы это написали. Это не паническое расстройство. Это какая-то другая конструкция, связанная с личностной проблемой, потому что я объясню. Ну, предположим, вы... У вас в соседнем подъезде есть собака у соседа. И она периодически начала на вас лаять, и вы боялись, и вы ее очень сильно боитесь, и боитесь не контактировать, да? Вы обратились ко мне, я говорю, слушай, на этой собаке не опасно, давай с ней контактируйте. Говорите, блин, да она меня сожрет нахрен. Я говорю, да нет, не сожрет. Я говорю, ну пойдем. Давай попробуй что-нибудь сегодня к ней подойти, и потихонечку начнешь вокруг нее ходить вместе с этим хозяином. Ничего страшного не будет. И потихонечку, потихонечку вы начинаете с ней контактировать, вокруг нее гулять. Я потом говорю, ну давай, ты с ней пойдешь погуляешь вместе с хозяином. Вы пошли погуляли. Я говорю, давай, теперь ты попробуешь еще лаку едать. Она начнет давать тебе лапу Потом вы начнете с ней как-то играться И на протяжении 20 лет Ты будешь с ней это контактировать Вы прекрасно понимаете Что человеческая психика устроена так Что если вы 20 лет с чем-то контактируете Но ни один мозг Не будет верить в то Что ему опасно то, с чем он контактирует 20 лет Понимаете логику конструкции Не можете вы бояться Вегетатики 20 лет Но любой организм понимает Что если организм за год понимает Что если вы год контактируете с этим Ну значит в этом нет никакой проблемы Если вы год испытываете панику И нету никаких заболеваний Где тогда патология Хорошо вариант А вдруг мне повезло Но 20 лет вести не может Согласитесь Но не может 20 лет человеку вести Но это Смотрите просто в цифрах Мы 20 умножаем на 365 7300 раз умножаем еще на среднем Там 2 панические атаки в день 14600 раз ему повезло Представляете себе эту картину Ну как это Поэтому скорее всего Это первое Во-вторых Не может длиться 20 лет Это проблема Вы путаете в диагностике Это не панические атаки Это какая-то другая тревожная конструкция Личностного характера И это не паника Это скорее всего Социальная дезадаптация Или еще что-либо Это не панические атаки Они 20 лет не могут быть Вы не можете бояться 20 лет того Что с чем контактируете 20 лет Это невозможно Ну Либо это какой-то уникальный случай Но это невозможно Вы не можете 20 лет быть уверены Что вам везет Это какая-то другая конструкция По множенной на вторичную выгоду Это не грузоносы Это расстройства Все просто разные Вы же здесь все разные Понимаете И 8 тоже не может быть Здесь находятся люди С невротическими расстройствами И с личностными расстройствами Проще говоря С простым неврозом И со сложным неврозом Вот те У кого там 20 лет Как им кажется Панические атаки 8 и так далее Это сложные неврозы Основаны на личностных проблемах Это не невротические проблемы Панического расстройства Поэтому для вас и не работает тема панических атак, потому что у вас проблема не в паническом атаке. Поэтому, Саш, вам, наверное, будет правильно работать дальше именно в вопросе когнитивной терапии, в работе со своими эмоциями в целом, а не в провокации панической атаки, потому что я очень сомневаюсь, что это панические атаки. Так, значит, идем дальше. Чтобы сказать себе, да, действительно, я была вот там далеко, я там испытала панику, ничего страшного. И тогда вы справитесь с агорофобией. Если вы будете, соответственно, избегать контакта с паникой далеко, то вы будете, к сожалению, эту проблему поддерживать. Да, вот этот момент, он очень-очень важный. Ну, было страшно, потому что вы не доверяли, да, в какой-то степени организму своему. Надо уметь доверять своему организму. Это очень важно. И здесь я вас всех призываю доверять своему организму. Это то же самое, что это касается аэрофобии, где вам надо доверять пилотам и доверять воздушному суду. Вот у вас доверие может быть проблема, да, где вы не доверяете вегетатике. А я хочу, чтобы вы как раз с помощью провокации и усиления научились доверять своему организму. Вот это очень важно. Ну, совершенно верно. Вы сначала боитесь, вы сначала напрягаетесь, а потом увидите, что это все справляетесь, что вы с этим справляетесь, и все хорошо. Ну, это все. О личностных расстройствах пока не будем. Рановато еще. Делание в прожитой панической атаке. У вас вообще повышенная тревога. Она никак не связана с прожитой панической атакой или не с прожитой. Это просто в целом, это просто развитие и движение вашего невротического состояния. Это никак не связано. Просто вы делаете часто одну ошибку. Вы пытаетесь свою тревогу с чем-то связать. Например, я вчера прожила паническую атаку, и сегодня у меня повышенная тревожность, значит, что это и есть закономерность. Вовсе нет. Также вы пытаетесь найти закономерность в погоде, в Венере, в Меркурии, в Сатурне, в Венере и так далее. Нет таких закономерностей. Таким хроникам требуется длительная психотерапия. Мы сейчас говорили о локальных людях, у которых есть панические атаки эпизодически. О простых панических атаках мы не говорим о том, что упражнение провокации 33 работает к тяжелым личностным расстройствам, где люди десятилетиями испытывают сильнейшую генерализованную тревожность. Эти упражнения локально только для панических атак. Здесь, кстати говоря, вопрос эффективности. Вот, например, возьмем какой-нибудь тренинг по паническим атакам. Любой, неважно. Или персональное занятие по паническим атакам. Ну, нет, лучше взять в пример групповое занятие по паническим атакам и агорафобии. Возьмем, предположим, 100 человек, которые пришли на тренинг по паническим атакам и агорафобии, предположим, да? Кто придет на этот тренинг из 100 человек? Из 100 человек придет примерно процентов 65-70 людей с личностными расстройствами, проще говоря, со сложными неврозами. И примерно 30 человек придет с простыми неврозами, которые столкнулись с паническими атаками ввиду их плохого образования, физиологии и сильного напряжения, которое вышло в фабическую конструкцию. Если на этом тренинге будет хорошо преподнесена информация, образовывающая клиентов о том, что такое вегетатика, о том, что такое адреналин, как работает паника, что ее надо не избегать, проживать, контактировать, усиливать, провоцировать и т.д. То 30%, которые были с простым неврозом, это получится. Безусловно. Как вы видите сейчас на нашем с вами примере. И еще половина из них скажут, что они вообще хорошо себя чувствуют. И им, в принципе, этот тренинг очень поможет. Они скажут прекрасные слова и больше их никогда на терапии не будет. А вот те люди, которые пришли со сложными неврозами, они либо вообще не получат никакого результата. Потому что они не понимают, что такое паническая атака. Они испытывают совершенно другое состояние. Или даже если в их структуре была паническая атака, и даже если у них ее не будет, то все равно тревога и напряжение никуда не денется. И они говорят, и что? А им скажут, так у нас тренинг по паническим атакам. А дальше вам надо заниматься психотерапевством. Поэтому мы с вами будем стараться выстраивать конструкцию работы с самим неврозом. Окей? А то, что я вначале сейчас вам рассказываю по симптоматике, это вот для новичков. И это для того, чтобы правильно понимали суть процесса. Окей? Для агорофобии, если нет возможности четко по карте выходить. Ну, как это по карте? Просто точки же тупо можете поставить? Там подъезд, мусорка, магазин, дерево, дуб, береза, я не знаю, там... Дом 13, 23. Ну, вы же так можете сделать? Зачем вам карту покупать в городе? Это схематичное просто разделение метрики. Там 100 метров, 200. Это условно. Вы можете сказать, сегодня я пойду там до магазина «Ромашка» и возле магазина «Ромашка» буду умирать. Дальше я пойду в магазин «Магнит», он еще там дальше. Буду умирать там. Потом я пойду, например, там, я не знаю, там, в другой квартал города, там, поеду на автобусе, две остановки, буду умирать там на остановке. То есть, это очень схематично. Понятно, да? То есть, здесь не обязательно брать карту района. Это схематично все, понимаете, да? Просто некоторые клиенты, особенно такие перфекционисты, они прям покупают карту города. И прям вплоть до маршрута начинает извращение, собственно, и как они это любят. Ну и как раз мы переходим к ОКР. Каждый день все дальше. И каждый день провоцировать, усиливать. В идеале, если у вас получится перфекционизм, да, структура ОКР. Ну, не всегда перфекционизм это ОКР, но ОКР всегда перфекционизм. И желательно, чтобы вы уходили все дальше и дальше. И желательно, что чем дальше, тем... Вот желательно, чтобы вы больше контактировали с паникой. Хотя бы на первых этапах, потому что вам очень важно прожить панику далеко от дома. А не избегать ее, понимаете, да? Вам очень важен опыт именно проживания паники далеко от дома. Понимаете все о чем я? Потому что это архиважно. Если вы не будете испытывать опыта проживания паники далеко от дома, это плохо для вашей физиологии, потому что нужен как раз опыт проживания паники далеко от дома. А не то, чтобы ее не было. То есть, все упражнения провокация 33 усиления основаны не на купировании. Все это понимают. Плохо – это не паника. Это тревога, возможно. А мы говорим сейчас про панику. То есть, все упражнения, о которых я с вами говорю, это упражнения, которые направлены не на купирование, а это упражнения, которые направлены на проживание. Потому что вам необходимо проживать вегетатику, напряжение, тревогу, панику, если вы успели испугаться. И чем дальше от дома, тем бы больше. Если не получается ее вызвать, ну, как бы хорошо, но желательно, чтобы вы подловили себя и попытались себя сами попугать, чтобы потом ваш мозг имел этот опыт. А вот когда мы говорим о тревоге, то это к вопросу о в целом неврозе. То есть, если вы, например, можете ездить куда угодно, но вам просто тревожно, не ввиду ожидания паники, потому что вы это проработали, вы говорите, да хоть хрен, блин, хоть там, я не знаю, сто панических атак, ничего страшного. Но у вас в целом есть состояние взвинченности, напряжения и тревоги, и это уже к вопросу как раз самой терапии. А что в моей жизни происходит такого, что вызывает у меня такую тревожность? Какие обстоятельства, какое мышление, какие непринятые решения, какие нюансы именно в моей жизни вызывают такую тревогу? И вы увидите, что это вообще не связано с паникой, это никак не связано с вегетатикой, это связано с тем, с кем вы просыпаетесь, с тем, с кем вы засыпаете, это связано с вашей работой, с вашими непринятыми решениями, это связано с метафорой безвыходности, это связано с потерянным смыслом, с некоторыми невозможностями как-то действовать, с метафорой скованности, подавления и так далее. Понятно, да? Ну, красочные картинки в голове вы можете рисовать какие угодно, хоть мастурбируя дома на диване, и от этих картинок ни в тепле, ни холодно вам не будет. Понимаете, да? Поэтому, по большому счету, паническая атака от мастурбации мало чем отличается в своей теологии. Вы и там, и там придумали, вы и там, и там создали себе какой-то образ, только от одного образа вы, простите, кончили, а от другого образа вы испугались. Вот и вся разница. Там и там нету ничего, а вегетатика есть. Ну что, вегетатики нет при оргазме? Еще какая? Что-то вы этого не боитесь. Многим, наоборот, это нравится. А вот от паники вегетатика вам опасно. Что-то вот эмоции радости, где много вегетатики и много физиологических аспектов, вы что-то не боитесь умереть, а вот страхом боитесь. Хотя физиологически, если взять человека, который очень сильно радуется, веселится или занимается сексом, у него вегетатика одинаковая, и взять человека, который боится и тревожится, у него вегетатика и вегетативное напряжение будет одинаковое. Нет никакой разницы. Просто одно вы интерпретируете как опасное, а другое вы интерпретируете как не опасное. Вот и все. Физиологически разницы нет. Сердцу, как мышечному мешку, абсолютно под дофини-бати, от чего сокращаться? То ли от того, что у него эмоции страха, и он сокращается там 150, то ли от того, что вы бежите по красивому парку, и у вас 150, то ли от того, что вы сексом занимаетесь, и у вас там пульс 150, но я не знаю, если кто-то занимается нормально сексом, то он может пульс 150. Если вялотекущий, там двигаться в малой амплитуде, то, наверное, и 80 не будет. Но не про это сейчас, да? А что вы боитесь, у вас пульс 150? Нет никакой разницы. Для сердца, для вегетатики, вообще дофини-бати от чего разгоняться? То ли от радости, то ли от испуга, то ли от секса, то ли от мастурбации, то ли от бега. Телу абсолютно всё равно. А вот вы интерпретируете, поняли, да, эти телесные аспекты, как два кластера. Либо опасные, либо неопасные. Давление то же самое. У вас что давление 190 при беге, у вас что давление от радости, что давление от страха, всё то же самое. Возьмите любую велгометрию, любого кардиолога, встанете на беговую дорожку, подключите себе датчики. И физиологи заставят вас, например, разогнаться до пульса, там, 155. Кто делал велгометрию? Скажите, какие были цифры у вас, когда вы просто ходили по дорожке или крутили педали? Я за вас могу сказать. У вас цифры были 160-170 давления. И пульс у вас был, там, 150-155. Кто делал велгометрию на беговой дорожке или на, это, на велогометрии? Вас разгоняли до пульса 155-160 и смотрели ваше давление. Все те же цифры. Пульс 160, давление 190 там. И всё. Потом смотрели, как оно восстанавливается. Нет в этом ничего такого. Что вы занимаете сексом, у вас давление, естественно. Что вы боитесь, у вас давление, естественно. Что вы бежите, у вас давление, естественно. Что вы паникуете, у вас давление, естественно. Нет вообще в этой физиологии никаких нонсенсов. Я надеюсь, это все должны понять. Ну, Оль, я не попугай, чтобы вам уже... Вам что, хотите, чтобы я вас умолял мне поверить, что паническая атака ни к чему не приведет? Вы что, хотите, чтобы я умолял вас поверить в это? Или вы пришли сюда все-таки голову включать? Мне просто интересно. Ну и что? Ну, бойтесь вы, что паническая атака приведет к раку шейки матки. Ну, представьте себе это. Я вам только руку пожму, скажу, ну, херовой жизни будешь жить дальше. Все. Вы можете себе представить, что паническая атака может нагнать пришельцев из открытого космоса. Что угодно. Да и ради бога. Верьте во что угодно, что паническая атака может привлечь грибок, стопы. Да какая вам разница? Это же ваша фантазия. Вам уже объяснили много раз одно и то же. Ну, ходите вы, можете вообще верить во все что угодно. Как вы, собственно говоря, и делаете. Это ваша фантазия. Я вам уже объяснил всю физиологию. Мне кажется, уже сто человек сидит и говорит, блядь, когда он это закончит? Да, и я думаю, что надо переходить к УКР. Потому что я уже все сказал, а ваше дело, либо вы это понимаете, либо вы это не понимаете, либо вы хотите понимать, либо вы продолжаете мастурбировать свою голову. Потому что большинство людей уже сголбалось это слышать. Они уже говорят, блядь, сколько можно, блядь. И я с ними полностью согласен. Я свою здесь миссию выполнил, я вам все объяснил. Верите вы это, не верите, фантазируете вы, придумываете последствия, такие или такие, мне уже, честно, все равно. Но, поверьте, я не буду вас умолять мне поверить. Вот мне очень нравится. Умом я все понимаю, а организм по-другому. Что за бред? Не обманывайте себя. Ум и вы это одно и то же. Правда, что вы ни хера не хотите понимать. Невозможно умом понимать. Ну вот, понимаете, Оля, вы умом понимаете, что это просто вода и она безопасна. Да? Умом понимаете. Вы делаете глоток. Если я умом понимаю, что вода безопасна, у меня в голову не придет никаких сомнений. Потому что, если мне в голову придут сомнения, значит, умом я не понимаю, что вода безопасна. Поэтому тот бред, который вы пишете, это просто-напросто инфантильное снятие ответственности себя. Правда в том, что вы ни хера не понимаете. Поэтому вы придумываете себе конструкцию. Я умом понимаю, но какая-то часть моего мозга отказывается это принимать. Что за херню вы несете? Вы просто умом как раз-то и не понимаете. Вот и вся разница. Не надо себе придумывать отмазки. Вы просто не верите. Вы не верите ни мне, вы не верите моим коллегам, вы не верите своему организму. Вот и все. Но не верьте дальше. Флаг вам в руки, барабан на шее. Я же не буду вас умолять. И еще бегать за вами своим пойми умом. Идем дальше. Доказать это можно себе только грамотным поведением. И только грамотное поведение вам поможет. Все понятно? И так, ОКР. Значит, мне сейчас нужны плюсики. Плюсики тех ребят, которые испытывают обсессии, навязчивые мысли, сойти с ума, потерять над собой контроль. Испытывают ритуал. Сначала обсессии. Страх причинить кому-то вред, сойти с ума. Какие-то постоянные навязчивые мысли. Хорошо. Теперь ставят восклицательный знак те люди, у которых есть ритуалы. Проверка, пересчет, перешагивание, мытье рук. Всякие ритуалы, которые им кажутся, спасут их день и приведут их день к чему-то хорошему. Или вот. До хрена. Понятно. Ну, тогда давайте внимательно меня слушать. Спасибо. Я понял, что актуально. Гуд. Значит, что мы знаем об OCD или об Obsession Compulsive Disorders или об ОКР, обсессивно-компульсивном расстройстве? Значит, что вам надо знать? Что ОКР является одним из типов неврозов. Он бывает простой и сложный. Он бывает сочетанный и несочетанный. Есть динамический подход к пониманию ОКР. Есть психологический такой, когнитивный подход. Значит, я не буду сейчас сдаваться в детали, но я вам хочу сказать, что, в принципе, у всех ребят с ОКР есть одна черта, которая является объектом терапии. Именно эта черта личности является повреждающим элементом, который уже потом приводит к определенным проблемам. Значит, эта конструкция называется нормативность. Давайте это запишем или с вами начнем писать, что ОКР. Проще говоря, можно понять это как очень сильная зажатость и нормативность. Этим людям свойственно два очень больших и важных элемента в своей психике. Пишем сейчас вместе со мной. Это нормативность. И самое главное, это вот, я прям восклицательными знаками выделю. Это правила. И в этом их беда, и в этом их расстройство. Проще говоря, людям с ОКР постоянно нужны правила, чтобы быть нормативным. Это не патология. Это последствия херового воспитания. Херового не в смысле и родители плохие, а в смысле не адаптивного. Значит, это больше похоже на воспитание, где пестовались нормы и правила. Либо это история про то, где ребенок сам себе выставил некую систему правил для того, чтобы быть хорошим. Но ребенок не может сам взять и родиться со словами, мне нужны правила, чтобы быть хорошим. Он где-то это должен заимствовать. То есть, он не может родиться такой, из мамы вылез такой, сказал, мама, дай мне правила. Так не бывает. Этот ребенок должен воспитываться в определенной среде, как правило, либо нормативных людей, либо, как правило, людей, которые, скажем так, слишком либо нормативные, либо дают любовь за некую нормативность. Давайте так. Но, например, ребенок может представить себе конструкцию, что чтобы его похвалили, или чтобы его, как бы, ну, оценили, нужно соблюсти определенные правила. В профессиональном сленге мы называем это условная любовь. Проще говоря, ОКР в устоках носит условность. То бишь, чтобы тебя любили и уважали, надо соблюсти некоторые условия. Вот эти условия являются правилами, понятно, да? А вы в курсе, что ОКР является самым популярным неврозом на всей планете? Потому что ОКР – это не только ритуалы странные, не только навязчивости, но это вообще, в принципе, зажатость и сомнение. Да, где вы проверяете, стараетесь как лучше, перекладываете, стараетесь педантично. И все это большое-большое ОКР, просто оно бывает разной степени выраженности из-за фиксации. Также ОКР бывает еще в личностном расстройстве. И, чтобы не соврать, я сейчас даже прочитаю, как оно правильно называется. Оно называется обсессивное. Да, оно называется обсессивное. Это как раз те самые истории, которые… То есть, ОКР может быть попроще, ОКР может быть посложнее, ОКР может быть сложным в виде личностной конструкции, ОКР может быть достаточно несложным. Оно может включать в себе ритуалы, ОКР может быть сложные ритуалы, подкрепленные годами. Оно может не включать в себя ритуалы, а только фобические сомнения, компульсии, точнее, обсессии. Оно может быть интегрировано в другие какие-то конструкции. Вообще там великое множество. Сейчас не об этом. Давайте по идеологии, по происхождению. Значит, основная беда… Давайте потом вопросы. Выздоравливайте? Что вы имеете в виду? Высокие требования. Давайте потом вопросы. Хорошо? Значит, что является… Что является фундаментальной теологией ОКР? Фундаментальная теология, повторюсь, является условная любовь. Где родители фундаментально пытаются дать ребёнку некоторые правила. Фундаментально пытаются ребёнку дать трансляцию, даже не желая этого. Это часто бывает, когда у вас есть сравнение с братом или с сестрой, или с каким-то кумиром. Например, вот там Сашенька правильно сделал, а вот ты у меня неправильно сделал. Или вот пятёрку получишь, тогда мама порадуется. Четвёрку получишь, мама расстроится. То есть, факт… Ну, понятно, да? То есть, это такие некие условия. И в итоге ребёнок выводит такую стратегию. Чтобы я был нормальным, и меня любили, и заботились, я должен соблюдать правила. И вот здесь как раз возникнет вся проблема. Что этот ребёнок будет вырастать, расти, и ему всё больше и больше будет казаться, что есть некоторые нормы и правила. И в какой-то момент этот ребёнок будет всё расти и расти, и он начнёт выходить в свободную жизнь. Ну, после школы, например. И он столкнётся с таким ужасом в своей жизни, что нормы правил нету в социуме. И… А без нормы правил он не умеет. И они будут очень сильно выбирать какие-то нормативные конструкты, где им за них скажут, как себя вести. Поэтому все УКРщики обожают религию. Все УКРщики обожают работу в военной структуре. Все УКРщики обожают работу в банковском секторе. Потому что военная структура, банкинг – это не что иное, как очень нормативное. В госаппарате. Почему, да? Где есть очень чёткое понимание, что надеть, во сколько прийти, как сказать. Устав обожают УКРщики. Для них устав, нормы, правила или наличие человека, который говорит, как правильно и как неправильно, является идеалом кайфовой жизни. Потому что УКРщик сам решение не принимает. Он не может, он не знает. Ему проще сказать, что надеть. Ему скажут, одень это и это. Скажут, отлично. Он сам не может, потому что он сам не способен на это. Он способен только соблюдать хорошо правила. Да, и это очень важно. В этиологии. Как это выглядит в конструкте. Артур Фриман очень клёво показал в прошлую субботу, когда мы разбирали УКР, как паркуется УКРщик. Знаете, гагатал весь зал. УКРщик паркуется в среднем примерно так. Он пытается припарковаться, сука, идеально правильно, либо идеально параллельно. Либо правильно, чтобы было слева и справа одинаковое пространство. Ещё и спереди, и сзади. Он пытается ровно всё сделать. Потому что это правило. Они пытаются проверять двери машин. Дмитрий Викторович как раз это и скопировал оттуда. Но смеялись очень долго. Они пытаются проверять, почему двери. Потому что надо правильно закрыть двери, либо с правильными мыслями, чтобы ничего не случилось. Либо закрыть, проверить точно ли закрыл, а то угонят. Правильно всё разложить, правильно подумать. То есть, это гон под правило. И вот здесь как раз возникает вся патология. Теперь смотрите. УКР делится на разного рода проявления. На компульсии в основном и на обсессии. Обсессии – это все сомнения. Компульсии – это все действия, которые как бы должны помочь вам. То есть, это всегда правило. Я должен правильно думать. Как вам кажется, если парню нормативному придёт в голову мысль, что он хочет трахнуть девочку напротив, для него это нормальная мысль или ненормальная? Он едет в метро, и он смотрит на девушку, и он считает, что он хочет её. Для УКРщика это ужас. Вы что? Он не должен так думать. А если УКРщику придёт в голову мысль о том, что… Это всё то же самое. А ненормальное, конечно. У УКРщика невозможно, чтобы он думал об этом. То же самое, что обычному человеку может прийти в голову мысль. Вдруг я там потеряю контроль и кого-то там убью. Но для обычного человека это обычная мысль. Нет в этом ничего такого. Ну, поржал, поржал, дальше пошёл. А поскольку УКРщик должен думать правильно, он скажет, что эта мысль неправильная. И этой мысли не должно быть в голове. И у него начнётся вся проблема. Он попытается эту мысль больше не думать, потому что она, сука, неправильная. Он же не должен об этом думать, потому что нормальные люди об этом не думают, как ему кажется. И он начнёт пытаться эту мысль куда-то засунуть. А у нас есть одно правило физиологии. Как вы помните, если мы не хотим о чём-то думать, мы наоборот об этом думаем. И вот так формируется замкнутый круг. УКРщик сначала оценивает свои мысли на правильные и неправильные. Давайте это запишем. Сначала идёт оценка мыслей на два лагеря. Да? Все это понимают. На какие два лагеря? На правильные мысли, ну, которые нормативные. И неправильные мысли, которые типа плохие. И вот здесь начинается весь сыр-бор у наших ребят, потому что они начинают пытаться контролировать и оценивать. Ну, они фактически, если кто есть СУКР, они сейчас понимают, о чём я говорю. У них голова всё время как фильтр работает. Нормально-ненормально, правильно-неправильно, достаточно-недостаточно, хорошо-нехорошо. Заметили это, да? У них постоянно идёт мыслительный процесс о том, соблюдается ли нормативность или не соблюдается. Правильно ли выполнено правило или неправильно. Нормально я сделал или ненормально. А что я не сделал, чтобы быть нормальным, да? То есть, это постоянное такое сканирование неких правил, причём ужас ситуации в том, что этих правил нет. Ну, обычно. Стыдно за мысли, совершенно верно. Это вот туда. Потому что у этих людей есть как бы разграничение. Вот я вам покажу вот так. У этих людей есть как бы разграничение. Вот есть два столбца в голове, да? Что вот эти мысли как бы список правильной мысли, а вот этот список неправильной мысли. И вот у них начинается всякая катастрофа в голове, что если обычный парень с ОКР начинает думать точно так же, как и все, о сексе, о каких-то фантазиях, ещё о чём-то, да, он начинает оценивать это, что он не должен об этом думать. Поэтому пишем дальше. А дальше идёт осуждение. Осуждение неких мыслей, которые трактуются как плохие, вредные, ну и чаще всего, знаете, какие, да, опасные. Или ещё знаете, как они говорят? Опасные и провоцирующие. Нет, не провоцирующие. Как же они их называют? Мысли прелюдии. Ну, типа, если я об этом думаю, значит, я этого хочу. Да, то есть, они начинают придумывать себе всякую хрень, да, о том, что если я об этом подумал, ну, например, возьмём ОКРщика. У меня нету здесь ножей-то? Нет никаких? Жалко. Ножей нету. Надо было нож взять. То есть, ОКРщик, если он подумает о мысли, а если я возьму нож и потеряю над собой контроль и всех загашу, для обычного человека это просто бред, который пришёл ему в голову, да? А вот для парня, посмотрите на наш список, который начинает оценивать мыслительный процесс как правильный-неправильный, для него эта мысль покажется, А. Неправильный. Дахара писает, ребят. А. Неправильный. И Б. Он начнёт эту мысль осуждать, считать её вредной, опасной и, не дай бог, ещё и прелюдией. И он в это поверит. И он начнёт делать следующее. Он начнёт отрицать, пишем, отрицать эту мысль. Заходит, я надеюсь, доступно объясняю. Это просто очень сложный невроз, я пытаюсь его объяснить доступно. Сейчас не надо писать, что да. Я надеюсь, что все понимают. Он пытается отрицать эту мысль, и он пытается ей сопротивляться. Сопротивляться в конструкте следующем. Только бы не думать об этом. Иначе это угрожает. Ну, там, угрожает сделать это или угрожает ещё чему-то. Понимаете, да? Это мы сейчас про обсессию говорим. Вот так выглядит механика обсессивного расстройства. То есть, как это происходит, всем понятно, да? Ещё раз. ОКР-шик – это нормативный человек, который думает о том, что есть правильные мысли, неправильные, нормальные, и ненормальные. На самом же деле происходит в том, что нету правильных и неправильных мыслей. Ему просто в детстве об этом не сказали. Ему не сказали, Вася, блядь, думай о чём хочешь. Хоть о препарированной кошке, блядь, у тебя на, не знаю, на диване. Хоть думай о том, что ты там, не знаю, трахнул там, не знаю, собаку. Думай о чём хочешь, а вообще тебя не характеризует. Это просто фантазии, какофония в голове, мысли, образы, воспоминания. Ты можешь думать о чём угодно, это тебя не характеризует. Просто фантазируй. Ему так не сказали. Ему сказали, что, Вася, будь осторожен. Мальчики хорошие не думают об этом. Хорошие мальчики только так. И у Васи начинается чёткое понимание, о чём хорошие мальчики думают, о чём хорошие мальчики не думают. И что будет, если Вася всё-таки подумает об этом, а Вася будет плохой, а это ужасно, мама расстроится, ведь мама любит только хорошего Васю. А если Вася возьмёт нож, и эту маму, значит, положит там, значит, на кухне. Это же всё пипец. Это дурка. Все придут, скажут, вот Вася, Вася. У него разворачивается такая картина трагическая, что все его осудят, всё, Вася будет плохой, потому что огромный страх быть плохим и выйти за рамки. Вот так это выглядит механика. Значит, как это лечится? Терапия, treatment, да? Значит, в норме, а мы должны привести пациента к пониманию. Первое. Ребята, Ребята, вообще нормально? Вы въезжаете, что я говорю? Или я это, слишком сложно объясняю? Нормально? Нормально. Хорошо. Спасибо. Всё, всё, я понял. Спасибо большое. Блядь, я всё стёр. Ну, ядрён-то батон. Ладно. Первое. Мы должны привести человека к осознанию того, что нет плохих. Я пишу, почему я объясняю, потому что не все в копии покупают. Я пишу, чтобы они тоже улавливали. В норме надо привести человека к осознанию того, что нет плохих и хороших мыслей. Что он имеет право на разные фантазии и мысли. Вот это очень важно. На первом этапе обсессивного расстройства объяснить человеку вот то, что я вам сейчас объяснял. Я надеюсь, это получилось у меня. Что он просто привык градировать мысли на позитивный и негативный. Это надо объяснить. Второе. Надо объяснить третий закон Ньютона, который в напряжённом голове у Василия работает как-никак ярко и остро. Да, и этот закон Ньютона выглядит так, что сила сопротивления мыслям в скобочках нежелания думать о них будет равна силе их появления. Понимаете, да, о чём я? То есть, если наш нормативный Василий говорит, только бы не думать об этом, только бы не думать об этом, это же плохо, это же вредит, только бы не думать об этом, только бы не думать об этом. Всё, это зациклилось. Поняли, да? То есть, здесь надо объяснить Василию, что упражнение ничего, что я Василия в пример привёл, надеюсь, всем понятно, да, что упражнение это допущение мыслей и здесь несколько научных подходов. Допущение мыслей. Первое, это провокация. Провокацию придумал Виктор Франкл парадоксальный подход это ещё называется. Когда человек каждые 30 минут сам заставляет себя думать об этом. То есть, суть заключается в том, что человек говорит, я не хочу думать об этом. Например, я не хочу думать об вот этой бутылке, потому что, когда мне приходит в голову мысль про бутылку, это ужасно. Я примерно говорю так. Окей, я говорю, у тебя есть iPhone, на нём есть функция будильника, можно поставить каждые 30 минут. Ты должен в течение дня, каждые 30 минут, когда произведет будильник, как идиот, 5 минут думать об этой бутылке. Вот просто тупо 5 минут думать об этой бутылке. Это бутылка, 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 а если я сойду с ума, если я сойду с ума, какой будет ужас, а что будет, если я сойду с ума, я сойду с ума. То есть, просто допускать эту мысль. Это первое упражнение. Второе упражнение из парадоксального подхода, когда вы, Виктор Франкл называл это парадоксальная интенция внутри и снаружи, когда вы представляете максимально красочно все последствия события фантазии. Я сейчас поясню. Может быть, я плохо объясняю. Ну, например, ОКР еще говорит, а если я буду думать об этой бутылке, я сойду... Нет, давайте так. Если я сойду с ума, это будет ужасно, я говорю, ОК. Как только тебе приходит такая мысль в голову, ты начинаешь доводить ее до абсурда. Вот, вспомню, как это называется. Называется доведение до абсурда. Что такое доведение до абсурда? Доведение до абсурда это история, когда вы доводите свою фантазию до максимально возможных фантазий. Например, я боюсь сойти с ума. Ну, давай представим, как ты сходишь с ума. Я схожу с ума, что я стою, у меня начинает трясти, у меня идет пена изо рта, я говорю, так, давай дальше. У меня перелетит пена, я, значит, срываюсь, начинаю кричать, меня заламывают, ловят, я говорю, отлично, что дальше? Я ору, сопротивляюсь, выхватываю у кого-то дубинку, пытаюсь кого-то ударить, меня заламывают, люди бегут от меня в панике, меня опять ловят, значит, прибегает полиция, меня скручивают, все говорят, боже, какой ужас, у меня там пена изо рта, у меня глаза бешеные, меня ведут в автозак, и потом я, значит, попадаю в больницу, и всю жизнь приведу в больницу. То есть, наоборот, вот таким парадоксальным моментом, вы как бы прогоняете вот весь этот фантастический ужас до максимального катастрофического сценария. Я сейчас объясню, для чего это надо. И как-то, если вы это сделаете хорошо, через несколько таких дней, таких упражнений, вы вдруг начнете понимать, что мысли куда-то пропали. Навязчивые такие. Вопрос почему? Объясняю секрет. Нами управляет только то, что вы не можете допустить. Так? Так. И третий закон Ньютона нам говорит о том, что если я сопротивляюсь этим мыслям, они будут давить на меня сильнее. Когда мы делаем упражнение «Доведение до абсурда» Виктора Франкла «Парадоксальная интенция», а вовсе не другое название, как его некоторые, опять же, по каким-то причинам назвали, но опять, видимо, по тем же причинам, что я счастливая жизнь, вы задаете себе такую штуку, что вы вчера уже эту фантазию развили до такого абсурда, что вы даже устали об этом думать. И от этого ничего не изменилось. И вот постоянное доведение до абсурда своих фантазий является очень терапевтичным, потому что в основном вы до конца мыслительный процесс, как и с паникой, не доводите. Ну, например, у меня есть пациентка, которая боится описаться публично. Ей надо представить, как она описывается, как у нее моча течет по ногам, как она вся мокрая, какой ужас. Это будет стремно. Смешно, стремно и нелепо. Но она должна это себе представить. Это то, что это касается именно когнитивных процессов, навязчивых. Вы, если представили все до конца, и каждый день на эту тему фантазируете не просто, а если я сойду с ума. Вы уже фантазировали вчера, что вы не только сошли с ума, но вас там загребли, там упекли и так далее. Понимаете, да, о чем я? Что если вы допускаете вот этот вот катастрофический негатив в своих фантазиях, у вас мысли навязчивые будут заканчиваться. Понятно, как работать примерно с навязчивыми мыслями? То есть это... И еще один тот момент есть. Это просто допущение. Просто классическое допущение со словами «я не сопротивляюсь». Это более лайтовая техника для особо тревожных. Я просто пропускаю все мысли через голову и не обдумываю их. То есть вы просто-напросто не обдумываете. Вам пришло что-то в голову, вы просто говорите... Вы просто не цепляетесь за какую-то мысль и не мусолите ее. То есть вы не обсуждаете. А если, а когда, а что? Это такой ручной режим. Вы просто говорите примерно... Я назвал это на одном из своих тренингов техника Скарлетт. Техника... Ну это, конечно, не техника, просто многим понятно сразу, о чем идет речь. Техника Скарлетт это техника... Я подумаю об этом завтра. Хотя, кто читал в оригинале, Скарлетт так не говорила. Кто читал в оригинале «Унесенный ветром»? Там перевод совершенно другой. Там перевод примерно такой. Я не хочу сейчас об этом думать. Или я буду думать об этом завтра. Или я не хочу об этом сегодня думать. Но суть не меняется. Суть заключается в том, что вы выбираете обдумывать это или не обдумывать. Например, вам пришла в голову какая-то мысль, и вы начинаете ее обдумывать. Возникает вопрос «Зачем?» Поэтому это такая лайтовая техника, которая позволяет вам просто-напросто в ручном режиме не обдумывать. Вот так выглядят основные упражнения для обсессий. Когда вы либо доводите до абсурда и думаете каждый 30 минут. Первый вариант. Второй вариант. Вы это все доводите в своих фантазиях до края сумасшествия. И третий вариант. Вы просто не оцениваете никакими эмоциями мыслительный процесс. То есть мысли какие-то идут, вы их просто не ловите. Это такое околомедитативное состояние, поэтому иногда тут медитация хорошо помогает. То есть мысли просто текут через вашу голову «А если я это?» «А если это?» А вы просто за них не цепляетесь. Потому что когда мы цепляемся, мы начинаем ее ворошить. Ну, например, какую-нибудь девушку бросил парень. Я просто хочу показать, как это работает с точки зрения нейрофизиологии. Всех девчонок, кто находится здесь, когда-то бросал парень. Ну, я надеюсь. Надеюсь, у вас такой опыт был. Это очень важный опыт. И возникает мыслительный процесс. А как он? А как он? А почему? Да? Возникает много мыслей. И если вы начинаете хвататься за эти образы, вы рискуете так детализировать, что причините себе вред. А если вы просто говорите, я не буду о нем думать. Я не буду об этом думать. Мысль пришла о нем в голову. Василий, как же он мог? Так, стоп, все. Или, а кто там, кого трахает Василий сейчас? Так, стоп, стоп, все. И уходите в сторону. То есть, понимаете, да? То есть, вы в ручном режиме не даете себе право детализировать и обдумывать. А многие девочки делают следующее. Они, наоборот, берут фотографию Василия и давай долбить. Василий, Василий, у нас было так хорошо. Где ты сейчас? С кем ты сейчас? И удивляются, почему им плохо. Потому что они сознательно долбят и долбят и долбят одну и ту же историю. Хотя могли бы просто сказать, так, стоп, все, я не буду об этом думать. И вы придумаете о другом. Но это сложно для многих. Потому что они, как правило, люди, которые не способны в ручном режиме переключать. И это надо тренировать. Вот так примерно выглядит обсессивная конструкция УКР. Сразу переходим дальше. Потому что темы сегодня очень большие. Теперь понятно, что в УКР вся вегетатика, как и в любом эмоциональном состоянии, присутствует. Есть компульсивная конструкция. Компульсивная история. Это ритуалы. Это ритуалы. Или действия. Ритуалы. В основном ритуалы – это проверки, счет, шаги, правильные мысли. Порой. С правильными мыслями надо что-то сделать. Это какие-то... Так, что я сказал? Проверки, счет, шаги, правильные мысли, мытье, чистота. Чистота. Подсказывайте, что там у нас еще. Все, наверное. Ну, какие-то жесты. Может быть. Примерно все. Да, все это опять же, свод правил, чтобы быть хорошим. Поскольку эти люди выросли в патологическом нужде в правилах, а им же не сказали, какие правила, чтобы день был хороший. И они себе их должны придумать. То есть, есть еще один физический закон во вселенной, в космосе. Вы его прекрасно знаете. Пишем. Это субъективно. Понятно, что это метафора. И еще по-русски это звучит святое место, пусто не бывает. Вот это больше нейрофизиологи любят, потому что когда врачи слышат слово вселенная и все, что с этим связано, они начинают на тебя смотреть очень странно. Я их понимаю. Поэтому проще лучше говорить на научном языке, что святое место, пусто не бывает. Это метафора о том, что если у пациента с ОКР есть пустота, где нету правил, то есть мозг, давайте так, 100% мозга ОКРщика занято правилами. Понимаете, да, как им тяжело живется? Ну это просто пипец. Если честно. И они даже трахуются по правилам в нужное время и вообще им это не доставляет. Как правило, ОКРщики не любят секс, потому что это слишком геморройно, слишком много правил, слишком много суеты, слишком много нюансов. Их напрягает секс. Их вообще напрягает любая импровизация. А если они не зашли до секса, то это вот так вот. Все? Хорошо? Хорошо? Все. Что там у нас сегодня? Ага. Это жесть полная. Это слишком такие педантичные. Причем они еще зажаты. Это же плохо. Это же надо как-то правильно, еще и стра, еще и стыдно, и желательно, чтобы это еще было под одеялом. Можешь себе представить? В воскресенье раз в полгода под одеялом в темноте по правилам. Вот это секс ОКРщика. Это просто трэш. Это жесть. Ну и конечно такие, конечно, люди мало кому интересно, если только второй их супруг не ОКРщик, которому тоже нахер это все не надо. Они примерно, это знаете, как выглядит секс двух ОКРщиков. Ну что? Месяц не было. Надо, да? Да, надо. Нам сказали, что надо регулярно. Месяц? Ну да. Ну что, давай. Все? Да. Ага, хорошо. Записал какой сегодня день? Да. Это жопа полная, блядь. И конечно, кому нахрен это надо? Ну я прав. У кого есть партнер или был партнер с ОКР, это как бы, ну тот в цирке не смеется вообще. Секс с девушкой с ОКР это тоже очень веселое занятие. Где надо устроить такие танцы с пугнами, чтобы хотя бы из нее сказать, чтобы из нее выбить. То есть ты как этот, знаешь, с пугнами возле. она говорит, она такая, сделает вот так. Это будет счастье просто. Потому что выходит за правила. Если только ты ее не научишь делать, а если даже ты ее научишь, то у нее будет правило. Она будет так. Это будет вот так выглядеть Это еще более пиздец Поэтому Вы поняли меня Ну я что, поняли, что такое КР На таком примере это очень хорошо заходит в голову Теперь что мы делаем с ритуалами Смотрите, значит Но это правда Ну что, я не прав? Где вы видели раскрепощенных в сексе у КР-щиков? Я и все мои коллеги еще не встречали В основном это жопа Раскрепощенные в сексе истерики Которые будут трахать вас так Пока они не будут удовлетворены Потому что им надо И она сотрет твой член в хлам просто Потому что ей надо Это отдельная тема Это вообще Член с яйцами откусит, не подавится Даже уже ей хочет Это нужно Да-да Все посмеялись Молодцы И мужья от таких тоже убегает Потому что она меня задолбала Глупым, нелепым Это конструкция Но не факт, что это УКР Но скорее всего возможно Любая нормативность Это очень хорошая прелюдия к УКР Чтобы диагностировать УКР Нужно не просто бояться Показаться быть глупым и нелепым Или ГИЗ А это надо еще определенным образом жить То есть если я, например, боюсь Если меня вызывает Вадим Вадимович Путин На совещание И я могу перед очень высокопоставленными людьми Показаться нелепым, глупым не хочется Но я еду, я делаю, я рассказываю Я что-то творю И это никак на мою жизнь не влияет Я просто испытываю некий социальный страх И профессиональное напряжение Это не УКР Понимаете, да? А если я хожу И просто вот на улице А вдруг Дворник Петрович подумает Что я проститутка в такой юбке Ха-ха-ха Нет, одену-ка я в пол Это жопа Это вот совершенно другая тема Поняли, да? То есть тут надо понимать Что каждый случай Надо немножечко прояснить И так далее Поехали дальше, ребят Спасибо большое за ваши комментарии И за то, что вы немножечко расслабились Значит, поехали Ритуалы Ритуалы Ну я вам обещал интересный тренинг Я стараюсь Просто так заходит лучше Согласитесь же, что вот с такими примерами Вот вы теперь всем расскажете о КУКР Вот раньше Вы, может быть, не Вот сейчас вы теперь запомните сто процентов Вот И теперь все запомнят, что такое ОКР Вот сто процентов Вы теперь любому сможете невротику Объяснить, что такое ОКР Я умею делать так, что заходит хорошо Даже в тех, кого, казалось бы, не зайдет никогда Это моя профессия Слушайте, давайте напишем в социальных сетях Моя профессия сделать так, чтобы зашло в каждого Мне кажется, это очень по Фрейду будет Мне кажется, прям то, что надо Специалист по заходу вовнутрь Он Сделает так, что у тебя зайдет по-любому Ну, мне кажется, хорошо Если вам после моего тренинга охота секса Это хорошая динамика на выздоровление Поверьте мне, я не шучу Здоровая либидо, как и аппетит и сон Это показатели здоровья Если вам после тренинга хочется спать, секса и есть Это очень клево Это значит, идет какая-то ментальная прокачка Ну, я рад Отдаю вам часть своей энергии Так, поехали Все, хоре Теперь, серьезно Ритуалы Ну, все, все, спасибо, спасибо Все, я понял Все, спасибо Так, ритуалы Значит, смотрите Откуда поперлись ритуалы? Вся эта история, опять же, из истории рамок Из истории правил Да? Чтобы Не Чтобы Поскольку Что за... Помните, я говорил, что святое место пусто не бывает Святое место пусто не бывает И теперь смотрите природу ритуалов У кого есть ритуалы в виде компульсий Для чего вы делаете ритуал? Он занимает как раз то место, где у вас нету правил Понимаете, да? То есть, если бы у вас были правила Вы бы просто сделали по правилам Ну, например Если бы вам сказали Чтобы уйти из дома Надо Нажать зеленую кнопку Синюю кнопку И красную кнопку Запомнили? Зеленую Синю Красную И тогда все будет хорошо Вы бы никогда бы не проверяли бы дверь Газ Свет Потому что вы были бы как обезьяна Зеленая И так далее Но поскольку таких правил нету Вы когда выходите из дома Вы говорите Блин, а я точно все сделала По правилам А то вдруг я буду плохой И вы начинаете понимать Что есть газ Свет Форточки А правил нету И вы начинаете Повышать этим тревогу То есть, тревога повышается от отсутствия правил И вы начинаете просто заходить и смотреть Успокаивать себя И создаете ритуал Закрыл и форточку И начинаете делать некие правила Чтобы снизить эту тревогу А то вдруг что будет не так И, к сожалению, это вас не успокаивает Вы делаете несколько раз Потому что это не писанные правила Это ваше просто повторение снятия тревожности Так рождаются ритуалы Они могут быть нелепыми настолько Что просто мама, не горюй Самые сложные в конструкции ритуалы Которые связаны с религией Например Чтобы мой день был хороший Надо сделать то-то Или чтобы у меня было все хорошо Надо сделать то-то Или чтобы меня там Бог не наказал Или там Надо сделать то-то Или я это не надо делать Чтобы не наказал То есть, и там жесть начинается Хотя к религии Это никакого отношения не имеет Потому что ОКРщики Почему любят религию? Давайте сейчас об этом поговорим Потому что это очень частое явление ОКРщики выбирают религию Как им кажется Потому что религия помогает Найти правила Как жить То есть, это очень удобная форма манипулирования Человек с ОКР не знает как правильно Он говорит Вот как правильно Он говорит О, правило есть Ебетская сила Как удобно Так, что мне надо делать? Чтобы я был хорошим Утром надо вот это А потом что? А потом, чтобы быть хорошим, надо вот это Все, это им очень помогает Очень помогает Но проблема в другом Ну, ответственность, конечно Зачем на себя перекладывать ответственность Когда Какую выбрать? Левую, зеленую шапку или красную шапку Ну Кому-то там виднее Ну и начинается обоснование Чтобы с себя снять ответственность Потому что ОКРшики ответственность ненавидят Они хорошие исполнители Поэтому если вы руководитель А здесь есть несколько Хороших руководителей Организаций Не дай вам кто-нибудь Назначить на руководящую должность ОКРщика Моя работа отчасти заключается Еще в консультировании Собственников бизнеса Чтобы понимать Кого, блядь, назначать На должность начальника региона Или начальников департамента Потому что если вы назначите ОКРщика Директором проекта Вы либо проект потеряете Либо весь отдел повесится Наверняка есть в группе люди Которые работают С начальником У которого ОКР Этот человек Никогда на себя ответственность не возьмет Он будет раздавать ответственность всем И винить всех И искать некие правила перед собственниками Он задрочит всех Значит Всеми этими правилами Но сам на себя ответственность не возьмет И начинает смазывать эту ответственность Люсенька Ты не сходишь за меня на совещание? Пашенька А ты Как тут? И все И начнется жопа жопская Очень важно уметь расставлять По типу личностных неврозов Людей на руководящей должности Надо знать Куда поставить истерика Куда поставить ОКРщика И куда поставить Невростейника Это дорогой тренинг Для собственников бизнеса Но сделаю маленькую подсказку На руководящую ОКРщика Надо ставить на вторую позицию Все понимают Да почему? То есть должен стоять лидер С определенными качествами Сейчас я о них не буду говорить Это отдельный тренинг И под лидером должен стоять Жесткий сука ОКРщик Понимаете почему? Потому что лидер Делегирует ОКРщику Что? Четкую систему правил И лидер должен знать Кто под ним Лидер знает Что под ним ОКРщик ОКРщик очень четко работает Если ему дадут правила Согласны? Значит лидер Должен дать ОКРщику Что? Четкие правила Как что делать И он начинает ОКРщик Как этот Карабас-барабас Тьюнь-чюнь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь То есть ОКРщик Это тот Кто без 5-7 уже на работе Чететет done Чететет А лидер Соответственно Креативит Вот эти правила ОКРщик Их выполняет Делегирует другим Проверяет и стематизирует То есть ОКРщик это не лидер ОКРщик это классный второй товарищ А вот По поводу лидеров Это отдельный тренинг И как лидеру Подбирать команду Это отдельный тренинг Который читается в закрытом пространстве Для собственников компании Поэтому если кому надо Милости просим Так давайте про ритуалы продолжим Потому что очень часто Собственники бизнеса не могут разбираться В этих психологических нюансах И здесь Порой на кону стоят немалые Деньги проектов или инвесторов И лучше Хорошо разобраться И вторая моя работа Это история по работе с топ менеджерами Когда уже выстроена Структура Лидер, ОКР Тын-тын-тын Невростейники Дальше пошли Да Очень главное Не просто выстроить структуру Лидер, ОКР, невростейники Бла-бла-бла А очень важно Ещё сделать так Чтобы этот ОКРщик не перегорел Потому что вот это чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин И неврастейники, которые Вы меня любите, да? Вы меня правда любите? Любите, да? А я сегодня не опоздал, а я завтра без выходных Без выходных, ну его нахуй, нормально Работаем, да? Вот этими людьми надо очень грамотно управлять Потому что иначе они просто перегорят И они просто ласты склеят И вы скажете, так, трупы выносите, давайте новую загружать, да? Чтобы такого не было Надо уметь грамотно выстроить Еще и внутри этой структуры Работу и с ОКРщиками, и с неврастейниками Поняли, да? Это второй тренинг для лидеров компании Так что если вы лидер или собственник Можете написать нам письмо Я за доступные деньги приду к вашим топ-менеджерам И за два дня научу стрессоустойчивость А кого вы обидели? Мхатовец? Ну да Хотя мне два режиссера сказали, что не мое это дело Но это было давно Может быть они Возьмут свои слова обратно Ребят, поехали Ритуалы дальше, продолжаем Значит, религия В самой религии нет ОКР Религия написана для того, чтобы помогать многим людям Но ОКРщики ее просто подминают Под свое простройство И как бы оправдывают Понимаете, да? То есть ОКРщики как бы Берут религию как оправдание Собственной потребности в правилах То есть в самой религии Не в христианстве Не в буддизме Не в идуаизме Не в писании Коран Не вся вот мусульманская история Да? И так далее Нету Там ОКР Там есть другая история А вот ОКРщики Это ребята Которые Просто берут эту религию И как бы ей оправдывают Собственную потребность в правилах То есть они говорят Я делаю полную хуйню Потому что это религиозность На самом деле это не так Если вы придете К священным людям Да? Там вот Работающим в храмах Они вам скажут Что ты полной хернёй занимаешься Потому что ты перебарщиваешь Потому что это вообще не про религию Это вообще просто что-то странное Ты просто прикрываешься Вот свою нормативность И прикрываешь религию Понимаете, да? Вот Поэтому здесь тоже Очень важный такой момент Что делать с ритуалами? Это самая тяжелая история Поехали, а то мы не успеем Да вот я сейчас как раз рассказываю об этом Значит, что надо делать Работа с ритуалами С ритуалами Слушайте, может вырезать нам это И... Как его? Сделать ролик по ОКР Мне кажется, обоссыться весь YouTube Не находите? Хотя они не будут смотреть Это слишком длинный ролик Но по ОКР это по-другому не скажешь Но мне кажется, ссать кипятком будут все А по-другому скажут Краська совсем охерел Ну, еще бы Конечно, охерел И не скрываю Так, работа с ритуалами Погнали Комменты у меня и так огонь Как лечить ВСД Первый коммент будет Все, давайте я сейчас остановлю А то вы не установите Вы возбудились Первое По поводу ритуалов Надо объяснить И понять Происхождение Про... Блин Происхождение И назначение Ритуала Поясняю Это... Давайте так назовем Фальшивые Фальшивые правила Чтобы быть хорошим Понимаете, да? Опять же Это нормативность Чтобы быть хорошим Надо проверить Надо сделать это Чтобы было правильно Это фальшивая история Это первое, что надо понимать Происхождение Их назначение А не потому, что Если ты сделаешь, блядь, сука, вот так Нет Вот тогда день будет хороший Понятно, что в этом нету никакой логики Да? Просто вы себе так придумали Это история фальшивых правил Потому, что у вас нету правила Чтобы день был хорошим Правила не существует Вы себе придумали Такую херню Да? Второе Значит, терапия ритуалов Также бывает Видимо, парадоксального подхода Что я имею в виду? Это, например, есть техника усиления Ритуалов Или опять доведение до абсурда Как это выглядит? Это выглядит так Что вы намеренно усиливаете действие Действие с целью Называется, я бы так это написал Почувствуй Себя дурой Ну, можно я в женском роде Ладно, напишу Ну, например Вот, кстати, я в выходные виделся с Курпатовым И У него В одной из книг Стареньких книг Если я не ошибаюсь Был описан случай И он очень хорошо иллюстрирует Как это упражнение работает Когда вы, например, боитесь И у вас есть ритуал по поводу По поводу газа Или дверных ручек То парадоксальный подход Парадоксальные интенции Доведения до абсурда Выглядит так Помните, я это упражнение часто рассказывал Вы проверяете ручку Выходите из дома Например, вы едете на работу Выходите из дома Отходите от подъезда 50 метров Вы говорите, мне надо проверить ручку Даже если не хотите Сознательно, силой воли Возвращаете себя домой Проверяете опять Уходите Проходите 100 метров от подъезда Потом опять говорите Нет, надо проверить ручку Даже если вы не хотите Возвращаетесь опять Проверяете ручку Выходите из подъезда Проходите 150 метров Говорите, мне надо проверить ручку Ты же, блядь, ты что, дура, блядь Не надо ничего проверить Нет, надо И вот так пять раз Пять раз Удаляясь дальше от подъезда Вы возвращаетесь, и весь терапевтический эффект, когда вы идёте очередной раз обратно проверять ручку, вы говорите, блядь, я не хочу проверять, я сейчас опоздаю, не надо. Вот в этот момент работает чик. Это офигенный метод работы с ритуалами. Вот офигенный, поверьте. Принимается он так. 7 дней подряд, 7 дней по 5 повторений, то есть 5 подходов. Ну, грубо говоря, вы 7 дней делаете следующее. Ну, 7 не получится, давайте 5, потому что у вас там выходные. 5 дней, понедельник, вторник, значит, это пятница. Вы 5 раз должны вернуться, удаляясь на 100 метров от подъезда. Если вы на машине, всё то же самое. Проверили, вышли к подъезду, пошли обратно проверили, пошли, вышли до машины, от машины пошли обратно, пошли, открыли машину, сели в машину, отъехали чуть-чуть, припарковались, вернулись. И надо сделать так, чтобы вы не хотели. Через не хочу 5 раз. И так 5 дней. Я вам даю слово, вот под свою фамилию, что уже на третьем дне вы не хотите больше идти и это делать. И на шестой день вы забудете вообще, в принципе, про то, что этот ритуал когда-то у вас был. Поняли? Это очень сильное упражнение, оно используется во всём мире, называется это доведение до абсурда или парадоксальный подход. Все это поняли? Надо понимать, что есть проблема с памятью, есть проблема ОКР, это разные вещи. ОКРщик не то чтобы не помнит, он тревожится, это разные вещи. Есть второе упражнение, поехали дальше. Значит, третье, где оно более сложное, где вы не делаете ритуал и выдерживаете напряжение, а затем делаете запись с выводом. Сейчас я поясню. Вы не делаете ритуал и выдерживаете напряжение, а затем делаете запись с выводом. Ну, например, вам очень хочется помыть руки, потому что вам кажется, что они грязные или вам очень хочется проверить что-то, у вас поднимается напряжение и вы не делаете этот ритуал. И вам кажется, что если вы не сделаете, будет что-то плохое, например. И вы сознательно не делаете, поднимается очень сильная тревога, и вы начинаете выдерживать. А затем вы записываете, что я вчера это не сделала и не случилось ничего. И вот так опять же каждый день. Если вы пять дней это сделаете, ваш мозг начнет понимать, что вы пять дней этого не делали и ничего не произошло, следовательно, ваш мозг начнет понимать всю абсурдность действия. Ну, например, если вы это делали, ничего не менялось. И если вы это не делаете, тоже ничего не меняется. И мозг тогда стоит в очень специфической ситуации. Он говорит, зачем тогда делать, если ничего не меняется. И есть четвертое тоже упражнение, я его часто практикую, вы наверняка в Инстаграме у меня видели. Это парадокс ВКонтакте. Только не в социальной сети, а хуже. Я сувал в уши моль, я облизывал ботинки, лизал руки свои, чего я только не лизал. Но суть заключается в чем? Что очень важно контакт с объектом страха. Ну, например, человек боится... Например, приходит женщина. И она говорит, я мою руки 20 раз в день, у меня руки все смыты, стерты, потому что если я там потрогаю что-то, мои руки загрязнены, я не могу им ничего трогать, пока не помою. Вот такие клиенты у меня в кабинете пачкают руки, как им кажется, об ковер. И мы начинаем этими грязными руками контактировать. Последний раз перед моей поездкой в Питер я встречался с моим пациенткой, у которой такой сложный ОКР. И мы даже на видео сняли, потому что у нее она всю жизнь. И мы на видео сняли наши результаты в терапии, где эта клиентка смогла взять чистыми, как ей кажется, руками, испачкать, пройтись руками по ковру, по которым ходят люди. Для нее это было ужасно, потому что понятно, что это катастрофа для ОКР-шика, и этими руками начать тереть себе лицо и не помыться. Для любого психиатра, для любого специалиста понятно, что это очень хороший прогресс в таком ОКР, где он в этиологии примерно 12 лет. И у нее руки все смыты в хлам, у нее ожоги на руках, потому что она их очень сильно мыла всегда. Я не использовал психофармакоподход, я использовал только парадоксальную интенцию. Когда мы наоборот заставляем силой воли, я заставлял эту девочку, сначала я, я говорю, давай сядем на ковер, мы сели на ковер, положи одну руку, положи другую, то есть частично, и не мыть. Сначала я снимал ботинки, там лизал их. Она не лизала ботинки, но я ей показывал, собственным примером, что если я могу лизать ботинки, ну я же не совсем идиот. Не, ну может быть для кого-то да, но с точки зрения терапии я не идиот. И она понимает, что если я могу взять руками об ковер, руками пройти, помазать свое лицо, то у нее в голове возникает диссонанс о том, что а к чему я, почему он это может, а я почему боюсь. И потом она берет и повторяет за мной. И не моет руки, и видит, что ничего не происходит. И вот только так, в комбинатурике таких упражнений можно добиться результата. Основная задача пациента, спидофобия, это структура УКР, это же выход за рамки, вы же плохой и ужасный, и вас осудят, и вы плохой человек, и это ужасно. И вот из этих упражнений надо очень четко подобрать, какие упражнения нужны именно вам. Где с чистотой, где не помыть и выдержать, где наоборот пойти парадоксально, сказать, ну сколько можно, уже я понимаю. То есть, искусство заключается в подборе правильных упражнений для каждого вида ритуалов, и вам придется методом тыка себе их подбирать. А, ребята, давайте идем дальше, у нас не так много времени. Значит, теперь общая терапия. УКР. Смотрите, что я хочу вам, значит, сказать. Значит, первое, вы начинаете с работы, с ритуалов, с работы с обсессии, это то, что мы сегодня прошли уже с вами, да, и ритуалов. Это делается с помощью упражнений. Упражнение, в скобочках, это поведенческая терапия. Помните, наша терапия, как называется? Когнитивно. Вихвиоральная. Вихвиоральная, это есть поведенческая. Вот это первая часть терапии любого УКР, если это УКР. То есть, мы начинаем в работе с структурой мышления, в этом смысле, с упражнениями с обсессиями, с упражнениями с ритуалами. Это всем понятно? Сначала мы четко понимаем, как пациенту работать с УКР, именно на чем делать акцент, либо на обсессиях, либо на ритуалах, либо на фобиях. Опять же, фобия – это метод парадоксальной интенции. Я боюсь, например, вот эту штуку, и я потихонечку контактирую. Это не сексуальная игрушка из секшопа для члена, это для руки, чтобы вы понимали. И контактируйте с этим объектом, если это фобия. Если это агорофобия, если это еще какие-то объекты изолированных фобий, то выстраиваются упражнения в системной десенсибилизации контакта с этой фобией. Понятно, да? Дробно. Когда проведена определенная работа с обсессиями, с ритуалами для пациента с УКР, и у нас есть терапевтические изменения, мы переходим к работе над основной структурой. Вот здесь, к сожалению, многие мои коллеги делают большую оплошность, как мне кажется. они считают, что большинство требуют именно первой вот этой фазы. И когда они получают облегчение на уровне симптома, мои коллеги начинают бить себя кулаком в грудь, и как горилла, значит... Ой, а что я говорю? И как горилла, значит, орать, что он хорошо лечит УКР. Хотя на самом деле это не так. Потому что упражнения хорошо помогли на первой стадии обсессии и компульсии, но это еще не УКР. Потому что... Кто сейчас правильно понимает? Компульсии и обсессии – это причина или следствие? Да, мои господа. Как вам кажется? Обсессии и компульсии, которые мы сегодня брали, это причина или следствие? Вот, видите, какие вы молодцы. А вот некоторые психологи считают по-другому. Это проблема. Причем большая проблема. Это следствие. Молодцы. Теперь пишем дальше. Все, 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 я понял. Молодцы. Вы очень крутые. Вы крутые. Молодцы. Основная структура невроза – это нормативность. Нормативность и потребность в правилах. Вы помните, да, это? В правилах. И основная структура в КПТ, слово КПТ, всем понятно? Когнитивно-паническая терапия. КПТ работает над снятием жестких норм и правил. Также КПТ внедряет новые формы поведения. Например, наоборот, неделание. Или наоборот, ну, неделание возьмем так. То есть, не делать ритуал. Это тоже новая форма поведения. Если раньше вы делали, то теперь вы не делаете. То есть, и здесь мы начинаем делать следующее. Как работаем мы над нормативностью и потребностью в правилах? Об этом мы будем говорить, когда мы со следующего занятия перейдем в концепцию рационального мышления. Все это понимают? Потому что вы еще не знаете, что такое КПТ. Поняли, да? Вы знаете только, что мы над этим будем работать. Поэтому сейчас мы на этом остановимся. И со следующего занятия мы как раз перейдем к технологии когнитивно-панической терапии. В том числе над снятием жестких норм и правил. Все это поняли? Ребятки-котятки. Ну что, примерно понятно? Мне кажется, я очень доступно объяснил очень сложную в психотерапевтическом мире, что такое УКР и как это лечить. Понемерно, примерно хотя бы я... Я вот за час, можете представить, я попытался как бы... А, у меня чат выключен, простите. Я за час попытался вам объяснить очень сложную вещь на самом деле. Многие за пять лет это объехать не могут в это. Поняли? Что на самом деле не так все страшно. Просто есть работа с ритуалами, с обсессиями, а потом есть когнитивная работа с нормативностью и правилами, которые на самом деле вам нахер не нужны. Понятно, да? Что вы просто привыкли жить по правилам. Теперь мне к вам вопрос. Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, кто признается, что он действительно ищет правила для жизни, и он без правил не может. Кто нормативен, вот такое вот, вот это все. Вот эти правила, как надо, как не надо. Ну вот они. А теперь поставьте восклицательный знак, кто считает, что у него есть нормативность правила, и есть от этого навязчивости и ритуалы. То есть восклицательный знак и плюс. То есть восклицательный знак и плюс. У кого есть нормативность, и он четко видит, что это очень связано. Ну вот, вы по адресу. Прекрасно. Ну и великолепно. 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 Ну, вы поняли основные методы работы. Фобия ВКР играет исключительно роль при думке о том, как вы выйдете за правила. Например, страх сойти с ума. Это страх, ой, я выйду за правила, и я буду сумасшедшим. Ой, я заболею спидом, я стану лесбиянкой, я стану геем, я стану кем-то. В общем, давайте я напишу так. Фобии – это иллюзия, как я буду плохой. Теперь все это поняли. То есть, на самом деле, вы придумываете себе в УКР фобии, и если вы проанализируете все свои фобии, вот просто сейчас попробуйте, у кого УКР, ребят, задайте себе вопрос, и что я буду думать о себе, если у меня случится так, как я боюсь. И вы знаете, какой ответ услышите? Мама разочаруется, папа разочаруется, я себя не прощу, я буду плохим, меня осудят, это будет ужасно, я подведу семью, я подведу брата, я подведу родственников, я буду плохим. То есть, конструкция будет именно такой. То есть, вы начинаете бояться именно вот этой хрени. Понимаете, да? Всем это понятно. То есть, фобии – это фантазия о том, как я выйду за рамки. Understand? Стенд. Хорошо. Всё. Теперь у нас с вами есть полчаса на ипохондрию. Как я и обещал, мы успеваем, и это прекрасно. Сейчас я только в туалет сбегаю. Буквально секундочку. Окей? Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Значит, сейчас мы уйдем от темы УКР Кстати, поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале Насколько вы довольны объяснением об УКР от 0 до 10 0 это полный пиздец, вы недовольны вообще 10 это вы в восторге 50, это явно УКР-чик Смотрите, все ставят 7 или 10? 9 Ну, я понял, что большинство довольно больше среднего А, 7 это счастливое число, это правильное число Да? Потому что 8 это неправильно и 6 это плохое Надо 7, это же правильно Понятно, ясно Хорошо Прекрасно Поехали Да? Пишем ипохондрия 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 Что вам надо знать? Потому что со следующего понедельника мы переходим в практики когнитивной терапии И я бы хотел, чтобы вы сегодня закончили всю историю про симптоматику основную Окей Значит, ипохондрия Что вам надо знать? И что с этим едят? И как с этим быть вообще, в принципе? Ипохондрия это такой синдром или синдромокомплекс Где пациент Очень тревожный И он постоянно Ищет себе определенные заболевания То у него это, то у него то То есть, это набор фобий Это набор разбеганий Это набор навязчивых мыслей То у него рак Этого, этого, этого В общем, он ходячая медицинская энциклопедия И, к сожалению У него Эта энциклопедия имеет тенденцию к повторению То есть, он проходит по всей медицинской энциклопедии Потом возвращается заново И начинается заново Всё Да? И это не заканчивается Ипохондрия Это великолепные примеры для выкачки бабла Частных клиник И врачей Которые Ну, скажем так Не очень добросовестно Но выполняют план Собственников медицинского центра То есть, на ипохондриках Мне кажется Делают 80% выручки Частной медицины Поняли, да? Потому что ипохондрику Достаточно подкинуть сомнения Вот Кто страдает тревожным Апохондрическим расстройством Если вам врач как-то скажет Ой Ой Да Знаете, конечно Это требует Да Сколько вам лет? 30 О Такая молодая Да Ну что, Маргарита Семёновна Запустили вы себя Как же вы так? Что же вы? Ну что, будем обследоваться, да? Ну вот, конечно, не ясно Понимаете? Может быть, вот Да Нет Ну тут, конечно, надо срочно подойти К этому делу Серьёзно Вы понимаете, да? Всё И, конечно, здесь потребуется Серьёзной диагностики Потому что это, конечно Да Ну и, короче, это никогда не закончится Да Потому что Стоит Врачу Сознательно Или без сознания Бессознательно Дать сам сомнение Как этот человек скажет Сколько надо заплатить Я заплачу только вот Это самое Вы заплатите кучу денег Придут анализы И это будет выглядеть так Да Ну, в принципе, у нас тут Вот, да Всё в норме Но вот меня смущает Вот то, что здесь Высшая граница нормы А тут вот Низкая граница нормы В принципе, наверное Я думаю, что есть ещё вариант Вот это вы скажете Что ещё задать И начнётся Это очень долгая тема И очень дорогая Поэтому, что вам надо знать Об эпохондрии Я хочу, чтобы мы сейчас Не разлагольствовали долго А я хочу, чтобы вы понимали Что Я вот так напишу Есть Основной Отчаг Тревоги Давайте я нарисую лучше Отчаг Вот это ваша психика Она скрыта Понятно, что это как бы На подземлёй, да Типа нарисовано Она скрыта Все понимают Это очаг тревоги Пишу Примерно Из опыта Дети Муж Жена Родители Деньги Работа Карьера Будущее Развод 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 Разные ситуации Ипотека Ну короче, дохера Перечислить Дети Дети Муж Жена Родители Деньги Работа Карьера Будущее Развод Ситуации В жизни И быту Ипотека И так далее Это очень абстрактно В каких-то из этих сферах Создается постоянное внутреннее напряжение И оно имеет тенденцию быть выше среднего Либо создаются какие-то эпизодические очаги Понимаете, да? В каких-то сферах Теща, свекровь, муж Возникает некоторая пики напряжения Которая имеет тенденцию хронифицироваться В части психического аппарата Всем это понятно? Ребята, всем это понятно? Это вызывает внутреннюю тревожность Это внутреннее Я понял, спасибо Спасибо, 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 спасибо Эта внутренняя тревожность Начинает проявляться На уровне тела На уровне осознанности Вот сюда Это то, что вы называете Вегетососудистыми проявлениями Но это еще не все Проблема в том Что вот эта вся история Она скрыта И получается это вот так То есть вы видите только тело Тело Для еврей Тело Ясно, да? Но тут возникает еще один момент Очень важный И возникают вот эти Сомнения А вдруг у меня тело А вдруг у меня сердце А вдруг у меня рак А вдруг у меня легкие То есть вот так это выглядит Согласны? И у вас возникают Постоянные мысли А вдруг это? 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 Потому что вы не видите То, что внутри Состоит определенная тревожность А вдруг это? А вдруг кто? А вдруг пятая? А вдруг десятая? Теперь смотрите С точки зрения нейрофизиологии Что происходит? Это ваш головной мозг Но это не ваш головной мозг Это абстрактно ваш головной мозг Все это понимают Я надеюсь, да? Что это не ваш головной мозг Берем вот эту сферу Например С мужем Или с женой Или еще с кем-то И предположим Что на коре головного мозга Поляризируется Вот в этой зоне Это обдумывание Но проще говоря Эта часть коры головного мозга Занята обдумыванием Проблема с мужем Развестись Не развестись Уйти Или не уйти Ну и так далее Окей? Эта зона мозга Имеет стопроцентное напряжение И оно и создается Вот этой проблемой Внутренней Вот этой Как только Эта зона мозга Подвергается стопроцентному напряжению Формируются защитные Психологические Физиологические механизмы Мозг Будет Рефлексорно Пытаться Остудить Эту часть мозга Которая переутомилась Мыслительным процессом А вот это Муж, жена, дети Понимаете, да? Чтобы Выключить Эту часть Коры головного мозга Задействуется Инстинкт Самосохранения Потому что по-другому Он не выключится Проще говоря Мозг должен Дать команду На переключение Просто так Он не переключается Для этого нужен Страх смерти Поэтому все Ипохондрики Бегают со страхом смерти Никогда не задумывались Почему не с другим страхом А именно смерти Потому что Именно смерть Задействует Инстинкт Самосохранения И головной мозг Может Выключить Обдумывание От суда От мужа Жены Детей И так далее На страх смерти Вот так происходит Вытеснение Или принцип смещения Доминанта Защитных механизмов И вы начинаете Думать о своем здоровье Потому что Вам кажется Что вы непременно Сейчас умрете Или от этого умрете Или от этого умрете Или от этого умрете А может Это недообследовали И это Причем Должно сопровождаться Острым страхом Смерти Пока Понятно? И так Как формируются Фобические синдромы И ипохондрия Когда это становится Хронифицированным Понятно, да? Что когда У нас есть Вот эта Внутренняя Проблематика Которая не решается В психике Человека И она имеет Тенденцию К хронификации То ипохондрия Становится Частью работы Аппарата Высшей нервной Деятельности Где Вам Как бы Слушайте внимательно Вам Как бы Нужны Нужны Вот эти Фобические Переключалки Чтобы Вот эта Зона мозга Остывала Эти Механизмы Не могут Быть убраны Потому что Иначе У вас Мозг Не сможет Этого сделать Понимаете Как работает Физиология Здесь То есть Ипохондрия Нам нужна С точки зрения Обычной Клиники Это выглядит Так Лучше Я буду Думать И ходить По врачам И считать Себя больной И сомневаться В своем здоровье Чем посмотрю Правде В глаза И буду Принимать Конкретные Решения Потому что А Пишем Эта проблема Не осознается Б Она вытеснена Фантазиями Инстинкта Самосохранения Про наличие Какой-то болезни Терапия Терапия Ребята Все понимают Да Что я тут Несу вам Сегодня Терапия Первое Осознать Механизмы Фобий И постоянного Постоянного Страха За здоровье А именно Я Боюсь За жизнь Чтобы Не видеть Главного Поняли, да? Вот так Это работает Это первое Что надо Осознать Что Очень много Пациентов Пытаются Бить По вот этим Механизмам Называется Заплатите мне До хера Бабла Я вас Избавлю От кардиофобии И от кома В горле И от страха Рака Вы платите До хера Бабла Вам Объясняют Про работу Сердца Про работу Пищевода Про работу Я не знаю Гортани Дают Может быть Даже Какие-то Упражнения И вы Говорите Да, доктор Я больше Сердца Не боюсь Но я Что-то У меня Как-то Теперь Страх Рака Потом Вы платите Кучу Бабла На обследование По онкологию Онкомаркеры МРТ И через пару месяцев Вы говорите Да, хорошо Но я теперь Боюсь этого И в итоге Ваша терапия Никогда не закончится Как ремонт Потому что Есть основная Конструкция Потому что Так работает Физиология Мозга Пока не будет Решена Основная Идея Поняли Да? Теперь Поняли Да, как На невротиках Бабки Можно делать Вообще Вообще Не вопрос Главное Пообещать Счастливую Жизнь А все Остальное Не имеет Никакого Профессионального Этического Значения Главное Красиво Пообещать Второе Значит В ОКР Конечно Есть внутренний Конфликт Называется Обсессивно Психостенический Об этом Мы будем Говорить Чуть позже Подождите Не отвлекайте Меня Второе Значит Осознать Механизмы Фобии То есть Суть Второе Давайте Так Я бы Сказал Но Если Вы поняли То Вы уже Поняли Второе Начать Смещать Акцент Внимание Начать Смещать Акцент Внимание На Истинные Обстоятельства В жизни Пациента Пациента Проще говоря Начать Изучать Историю Его Болезни Как ему кажется Выглядит Выглядит Так Считает Себя Больной С Например Год назад Когда началась Ипохондрия Ипохондрия Началась Год назад Что случилось Я начала Сомневаться В сердце Потом это Потом это Потом это Вопрос Когда Началось Ваше Сомнение Она говорит Ну например В сентябре Следующий Вопрос Что Происходило Происходило В Августе Тире Сентябре И вот Тут Начинается Долгая Мучительная Беседа Потому что Как правило Пациенты Это нахрен Вытесняют Вообще Вы примерно Понимаете Обстоятельства Которые Происходили Накануне Развития Ипохондрического Механизма А потом Взять вопрос А что Сегодня Происходит В этих Сферах Потому что Есть одно Правило Правило Пишем Вы чувствуете Что я к вам Подхожу Как к ученикам А не как к пациентам Заметили И это Одна из моих Фишек На самом деле Значит Дальше И дальше Что надо Задать Я понял И дальше Что надо Подойти Что происходило В августе А что Сегодня Потому что Надо понимать Следующее Что первое Что-то Старт Что-то Давайте так Что-то Дало Старт И кто Подскажет Что второе Будет И что-то Ну Что-то Дало Старт И что-то Нет Нет И что-то Подкрепляет Поддерживает Совершенно верно Молодцы То есть Мы должны Когда мы Работаем Над тревожно-фобическим Апохондрическим Синдромом Не важно Это структуре Фобического Невроза Или ОКР Невроза Да Что что-то Дало Старт Но проще Говоря Что-то У моей Клиентки Пошло Не так И она Вышла В болезнь В медицине Это называется В психосоматике Называется Это выход В болезнь Поняли Почему Это называется Выход В болезнь Товарищи Мои Господа Потому что Пациентка Выходит Как бы В болезнь Считая Себя Больной Чтобы Снизить Вот эту Тревожность Внутреннюю Она начинает Эту тревожность Декомпенсировать Суда Все это поняли То есть Это защитный Переключающий Механизм Она не знает Как с этой тревожностью Справиться Она ее не осознает И она Чтобы из неосознанки Чтобы ее там Не разворотило Нахрен Все Она начинает Выходить В болезнь Как бы Сбрасывая Туда Эту тревогу То есть Вы должны Привести Эту пациентку К осознанию Того Что то Что она вышла В мнимую Болезнь Это как бы Сброс Поняли Да Все Клево А теперь Делайте следующее Подождите Подождите Да я знаю Что про вас Я что тут Яблоки Что ли Ямся Вы не на тренинг Блять По панической атаке Пришли С счастливой жизнью Вы пришли Разбираться В неврозах Слава Богу Значит И что происходит Вы должны Дать пациентке Четко понимать Что за сферы Стартанули И самое главное Что поддерживает Вот второе Большими буквами Давайте Поддерживает Потому что Третье пишем Пациент Отпустит Механизм В скобочках Выхода В мнимую В мнимую Болезнь Только Тогда Продолжите Продолжите Блин Я стер Твою ж Мать Ну что ж Такое Ладно Только Тогда Когда ему Нечего Будет Переключаться Совершенно Верно Поясняю Ипохондрия Будет Работать Только До тех Пор И Пациент Будет Выходить В болезнь Только До тех Пор Пока Ему Есть От чего Переключаться И есть Что Вызывает Тревожность То есть Пока Здесь Будет Много Тревожности По каким-то Конкретным Обстоятельствам Она Будет Выходить В болезнь Поняли И пока Вы Здесь Не Уберете Конкретную Тревогу Конкретными Решениями Этот Механизм Не Закончится Поняли Но Здесь Еще Есть Одна Страшная Вещь О которой Я Должен Вам Сказать Поэтому Это Сложный Невроз Кто Догадается О чем Я Говорю Сейчас Вот Представьте Себе Женщину Просто Сейчас Коллеги Вот Представьте Себе Пациентку У Которой Все Началось Потому Что У нее Например Как Ей Показалось Муж Стал Ей Уделять Мало Внимания И Начало Возникать У нее Нашла Тревога Потому Что Ей Стало Казаться Что Он Ее Бросит У У нее Поднялась Сильнейшая Тревога Сначала Это Была Бессонница Слабость А потом Она Выходит В Мнимую Болезнь То Ей Показалось Что Что С Сердцем То У нее Что С Кортанью То У нее Что С Кожей То У нее Что С Глазом То У нее Рак И Она Вышла В Болезнь Это Ипохондрия Да Это Ипохондрия И Это Не Сможет Усложнять Терапию Ваше Мнение Думаем Верно Верно Пишем Молодцы Функция Симптома Если В Ипохондрии Когда Пациент Выходит В Мнимую Болезнь Чтобы Сместить Внимание Есть Функция Пишем Функция Симптома Интересно Функция Симптом Атики Если Функция Это Привлечение Внимания Внимание Я Это Откладывание Принятие Решения Или Это Снятие Ответственности Тогда Врачу Будет Еще Сложнее Потому Что К Нему Придет Пациент С Вот Этими Физическими Мифами Считающий Себя Тяжело Больной Сбить Ипохондрию Нельзя Потому Что Будет Вырастать Все Время Что-то Новое Если Даже Терапевт Сможет Добиться От Нее Осознания Вот Этих Механизмов Она Все равно Их Не Отпустит До Тех Пор Пишем Пациент Не Отпустит Уход В Болезнь Или Веру Еще Можно Так Написать До Тех Пор Пока Симптом Не Перестанет Что-либо Большими Буквами Решать Поняли Вот вам и секрет Терапии Этих Расстройств То есть Задача Научить Через Осознание И Практику Решать Ситуацию Ситуацию Вместо Симптома Сейчас Я Приведу Пример То есть Если Моя Пациентка Ушла В болезнь Чтобы Привлечь Внимание Мужа То Моя Задача Будет Не Говорить О Ее Сердце А Научить Ее Диалога С Мужем И Всяческими Терапевтическими Интервенциями Привлечь Их На За стол Переговоров И Решать Вопрос Для Этого Можно Использоваться Семейно Динамический Подход Системно Ориентированная Терапия Семейное Консультирование Гештальт Когнитивка Че Хотите Изощряйтесь Блять Как Хотите Но Чтоб Они Сука Начали Разговаривать И Решать Вопросы Если Моя Пациентка Откладывает Принятие Каких Решений И Вместо Этого Выходит В болезнь То Делайте Че Хотите На Ушах Стоите Но Надо Сделать Так Чтоб Она Начала Задумываться С помощью Когнитивной Терапии Как Есть Выходы А Действительно Это Безвыходно А давай Подумаем А давай Посмотрим А так Ли Бла 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 И И так Далее И Если Наша Пациентка Инфантильная И пытается Снять Ответ С вами У меня Такая Болезнь У меня То Это То Это И Она Просто Снимает Себя Ответственность За Определенные Обстоятельства Жизни Страха И так Далее То Делайте Что Хотите Стоите На ушах Блядь С бубнами Перед ней Танцуете Но Надо Сделать Так Чтоб Она Научилась Ответственности Возникает Вопрос Сколько Нам На это Потребуется Времени Сколько Требуется Время Ответ Да Что ж Такое Хер Не пишется Прикиньте Клавиатура Не пишет Слово Хер Прям Вот Не пишет Ты подумай Нет Я все Таки Добьюсь Блядь Что Такое Почему Ты Хер Не пишешь Хер Все Вот Так Это Выглядит Хер Его знает Сколько Потребуется Вам Время На то Чтобы Пациентка Чтобы Вы Добились Этих Интервенций Ну Сами Подумайте Сколько Потребуется Вам Время Чтобы Чтобы Вы Как Бы Что Решили Решили Вопрос С мужем Сколько Потребуется Мария Захарна Вам Время Чтобы Ваш Муж Начал С вами Блядь Сука Диалог Сколько Потребуется Время Чтобы Мы С вами Поняли И Приняли Какие Решения Сколько Потребуется Времени Чтобы Вы Стали Из Инфантильной Девочки Ответственны Да Хер Его Знает Поэтому Когда Вы Мне Задаете Вопрос Когда Меня Отпустит Понимаете Как Меня Коробит Этот Вопрос Как Специалиста Теперь Вы Понимаете Это Ну А По Поводу Того Как Эти Вопрос Решаются Слушайте Меня Внимательно Когнитивная Терапия Какую Занимает Здесь Профессиональную Позицию Пишем Или Запоминаем На Кое Хрен Нам Нужна Когнитивная Терапия КПТ Или Когнитивно Поведенческий Подход Это Система Это То Чем Мы С Вами Начинаем Заниматься С Третьего Занятия Это Система Позволяющая Научить Пациента Думать И Решать Ситуации Более Рационально И Рассудительно Не Перекладывая Перекладывая На Симптом Эту Задачу Все Вот этим Мы с вами И займемся На наших Занятиях Теперь все Поняли Куда Вы Попали Я надеюсь Вы Поняли Нравится Попали Точно Как минимум На разговор С мужем Или На принятие Решения В жизни Ну что Довольны Не пожалели Что Аж 4 тысячи Рублей Заплатили Кто Вам Еще За 4 тысячи Это все Расскажет У нас Еще 8 занятий Впереди Это Я себе На комплимент Нарываюсь Просто Да что Коротко О фобиях Два часа Разговаривали О фобиях Вы что Гоните Спасибо Заводит А заходит А заходит Прекрасно Знаете Что я хочу У меня Сейчас такая Мысль В голову Пришла Давайте Мы второе Занятие Выложим В свободный Доступ Чтобы люди Посмотрели Что здесь Происходит А то Они считают Что какой-то Пипец Полный Творится Вообще А давайте Выложим Его На ютюб На канал А что Мне кажется Это очень полезное Было Занятие Для ребят Чтобы Поняли Что такое УКР Что такое Терапия Неврозов Мне кажется Если бы Это занятие Узнали Год назад Вы бы что Сказали Мне кажется Это было бы Прям очень полезно Но Понимаете Они же Смотреть его не будут Кто будет смотреть Какой невротик Будет смотреть Два с половиной часа Им же всем исцеление нужно Два с половиной часа Слишком долго Для них Вот Поэтому Я выложу его завтра Вы там порекомендуйте Поделитесь этим видео Может быть Оно действительно Кому-нибудь Глаза-то приоткроет Потому что Четвертого сезона Не будет продавать Нехрена Понятно Да Но Как бы Пускай люди смотрят Пускай они хотя бы Понимают Что они проебали В третьем сезоне Как минимум Простите Пожалуйста Я Больше не буду Спасибо вам большое За сегодняшнюю встречу Следующее занятие Мы посвятим Началу обучения Как раз Когнитивной терапии Все 8 занятий Будем этим и заниматься Надеюсь Вы поняли Что вам не нужно Больше бояться Всего вегетативного И всех этих механизмов Главное Главное понять Что же за Сука Обстоятельства Вашей жизни И вашего отношения К ним Вызывают у вас Такую эмоциональную Перегрузку Где ваши симптомы Выполняют защитную функцию Вводя ваше внимание В мнимую сторону Всем это понятно Все довольны Ну прекрасно Я очень рад Спасибо вам большое Так что никто не умрет Ничем не заболеет Это просто смещение Внимания Тревожности В коре головного мозга А поскольку Внимание В коре головного мозга Смещается Только благодаря Страху смерти Вы теперь понимаете Почему у вас Так это актуализировалось Всем это понятно Почему именно Страх смерти Актуализировался Потому что только так Работает высшая Нервная деятельность Человеческого генома И это вовсе Не предвкушение смерти Это всего лишь На все физиология Спасибо вам большое Я рад что вам понравилось Выложим это занятие В открытый доступ Спасибо Увидимся с вами в четверг В этой же комнате В это же время До свидания До свидания Пока Продолжение следует...